Официально стартовала музейная ночь на нулевом километре. Здесь гостей ждало театрализованное представление и масштабная выставка ретроавтомобилей. Большой интерес у взрослых и детей вызвала, конечно, ярко-красная пожарная машина, работавшая в Барнауле до войны. С 1935, 1936 года, бочка с водой, пожарная, лестница, все, что ей нужное. Экипаж был 5 человек. После, наверное, 40-х годов сменилось, стало музейным экспонатом. А известный в городе предприниматель Евгений Кураков приехал похвалиться раритетной копейкой, почти в идеальном состоянии. Он говорит, для всех участников коллекционные машины и мотоциклы не более чем большие игрушки. Хотя для него, например, поиск самого первого покупателя, его копейки, стал настоящим исследованием. Ему было интересно, кто этот человек, благодаря которому машина досталась ему в таком идеальном состоянии. Эти машины стали выпускать в 1974, это 011 модель, и это из ранней партии. То есть, и, видимо, человек-то неплохих заслуг, потому что в то время получить, тем более из первой партии, машину, рестайлинговую эту 011, это было круто. Он был механизатор села. Благодаря его рукам и, возможно, техническому, как сказать, доступу, он ее и сохранил. Здесь практически все родное, кроме сигнализации. Начнется купол неба, большой и звездно-снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Традиционно площадки работали по всему городу. Гмилика, краеведческие, городские парки, кстати, в этом году к ним присоединился солнечный ветер. Всего 41 точка. В Краевом музее транспорта посетителей ждал сюрприз. Здесь обычным экскурсоводом работал руководитель латайского Минтранса. Он признается, работать гидом оказалось легко и приятно. Мы спросили его, а какую, на его взгляд, пользу могут вообще принести акции, подобные музейной ночи. Мне кажется, есть что посмотреть, особенно детям, подрастаемым поколениям, людям. И мне хотелось бы, чтобы, может быть, хотя бы кто-то из тех ребят, которые придут сегодня, посмотрят эту технику, как-то заинтересуются и потом в последующем закончат школу, закончат институт и придут к нам строить дороги в Крае. Музейная ночь в Барнауле, признаемся, нечасто может удивить зрителей чем-то принципиально новым. Однако в этом году в ней приняли участие сразу несколько организаций, которые до этого не были замечены в музейных торжествах. В частности, это старейшая гостиница города Барнаула советского периода – Алтай. Здесь останавливались практически все знаменитости, приезжавшие на землю алтайскую. От Вольфа Мессинга и Александра Вертинского до съемочной группы фильма «Кощей бессмертный», о чем сегодня многие впервые в своей жизни узнали посетители гостиницы, впервые широко распахнувшие свои двери. Здесь, помимо съемочной бригады Александра Роу, помимо того, что здесь они проводили кастинг для съемок в сказке «Кощей бессмертный», здесь они платили зарплату в 1944 году тем, кто снялся в этом фильме для массовки. Здесь на этом этаже в свое время останавливались Иван Пырьев, наш знаменитый кинорежиссер, наш земляк алтайский. А здесь в свое время останавливался Эльдар Рязанов. Наслаждаться мероприятиями и музейными редкостями барнольцы могли до поздней ночи. Несколько улиц превратились в пешеходные зоны, а трамваи и троллейбусы развозили припозднившихся любителей прекрасного до трех часов утра. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Значит, да.